здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня я хочу рассказать о дивидендах дело в том что сейчас апрель месяц весна и традиционно это время когда выплачиваются дивиденды по акциям и вот это сладкое слово дивиденды все хотят получать дивиденды давайте посмотрим как это получается что такое дивиденды как они получаются в каком размере и так что такое акции акции это доля в собственности предприятия то есть если вы акционер предприятия то вы совладелец этого предприятия и если вы совладелец этого предприятия то из этого вытекают ваши права то есть вы имеете долю в этом предприятия и вы имеете право на получение части прибыли от этого предприятия то есть это вот ваш кусок вот ваш родной фирма работает работает и получает прибыль она ради этого работать чтобы получать прибыль значит во первых акции растут в цене а во вторых вот эту прибыль может компания направлять куда на развитие производства то есть на развитие бизнеса закупка нового оборудования какие-то новые проекты либо на выплату дивидендов и как правило компании направляют прибыль большую часть прибыли на развитие бизнеса на развитие структуры и большинство компаний вообще не выплачивать дивиденды либо выплачивать дивиденды очень маленькие поэтому рассчитывать на то что вы получите большие какие-то доходы от дивидендов я бы не стал потому что ну это не так просто очень часто компания особенно в период экономического роста направляют все туда и в бизнес и поэтому дивидендов как правило не начисляется зато акции при этом очень бурно растут вот но сейчас не период роста сейчас трудности в экономике и так как у нас большая часть компаний государственная в основном то у государства в бюджете не хватает денег и они говорят давайте к 50 процентов прибыли приняли постановление направлять на выплату дивидендов поэтому вот как раз вот в данный момент сейчас дивиденды будут выплачиваться и выплачиваться немножечко больше чем обычно давайте сейчас вот более подробно покажу в каком размере выплачивается дивиденды вот давайте посмотрим что мне сейчас пришло вот на данный момент сегодня 8 апреля вот состав модельного портфеля новотек посмотрите новотек общее количество денег то есть по текущему курсу доля в новотеке составляет двадцать две тысячи сто один рубль цена последних сделок по акциям 736 целых семьдесят сотых рублей 30 акций доля в портфеле 8,48 процента вот он новотек у меня теперь давайте посмотрим а что же ожидается в качестве дивидендов вот то письмо которое я получил по электронной почте выписка из протокола новотек ну со мной как с акционером как бы но меня ставят в известность и там будет собрание акционеров и я имею право голоса в соответствии с количеством акций то есть это все не шутки интересует конечно в первую очередь меня дивиденды по третьему вопросу повестки дня читаю рекомендовать годовому общему собранию акционеров пау новотек направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года 42 миллиарда двести четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста рублей это с учетом дивидендов выплаченных по результатам первого полугодия то есть дивиденды выплачиваются два раза в год определить размер дивидендов по обыкновенным акциям пау новотек по результатам 2016 года в размере 7 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию что составляет 21 миллиард двести пятьдесят четыре миллиона сто сорок две тысячи рублей это без учета дивидендов то есть по 690 рублей они уже выплатили предыдущий период полгода назад установить дату вот здесь важно на которую определяется лица имеющие право на получение дивидендов по акциям пау новотек то есть я получу деньгами дивиденды в виде денежных средств какую-то часть вот от этих двадцати одного миллиарда двести пятьдесят четыре тысячи вот какую часть 7 рублей на акции у меня 30 акций 30 умножаем на 7 получается двести десять рублей вот такие деньги я получил в качестве дивиденда ну и соответственно те кто имел уже акции но в течение года например да то получает еще 7 рублей получается 14 рублей на акцию вот такие дивиденды такие размеры дивидендов как вы понимаете что на дивиденды рассчитывать в общем то не приходится на дивидендную доходность ее можно даже не учитывать когда мы владеем акциями то есть дивиденды это далеко не основная часть смотрите ну вот например в нашем случае 22 тысячи рублей вложено и дивиденды и дивиденды там 72 14 210 ну 450 где-то рублей в качестве дивидендов но таких акций много и такие вот письма уже поступило письмо о том что собирается собрание нмтк вот и так далее но лучшем случае у меня получалось получить дивидендов за год в районе 30 тысяч рублей но при этом было вложено там в районе миллиона поэтому ну дивиденды это совсем совсем немного вот потому что доля в акции вот моя доля в этом обществе очень маленькая пусть она есть да вот она учитывается что все четко но ради чего покупаются акции на самом деле акции покупаются не ради получения дивидендов акции покупаются потому что смотрите мы покупаем акции компания эта компания деятельность любой компании направлена на получение прибыли на получение дохода потому что компания хочет развиваться и поэтому акции растут в цене и они хотят получать доходы не только в рублях там но и в долларах поэтому и стоимость акции должна расти в долларах и она растет в долларах и она растет намного бой быстрее чем растут доллары и поэтому вложение в акции это выгодно это перспективно и это надо делать и надо покупать много просто акций и скажем если у вас например 1000 акций да и ну например вот у вас вложено в акции там скажем 100 тысяч долларов и эти акции выросли на 30 процентов понимаете да то есть вы можете продать часть этих акций на эти деньги жить а 100 тысяч оставить там например и так далее и вот вся история развитых стран она говорит о том что именно вот на этом и получаются доходы но в частности в америке например был период депрессии и доллар падал там все падало вот и но где как как сберечь деньги кто-то покупал золото кто-то покупал акции так вот золото в цене выросла там по оценкам ну там за следующие там 50 лет там по моему в 30 раз акции выросли в десять тысяч раз поэтому вложение в акции оказалось самым самым доходным поэтому вот и надо вкладывать именно в акции у нас рубли и когда-то была инфляция рубли обесценивались и все покупали доллары потом значит недвижимость которая тоже росла как я говорил и в долларах тоже но сейчас это прекратилось то есть недвижимость все она устаканилась сейчас цены на недвижимость у нас такие же практически как во всем мире они конечно будут там расти и падать что-то ну они будут примерно на этом уровне сохраняться а вот акции это наиболее перспективный вид вложения но на дивиденды не рассчитывайте это именно акции именно акции растут в цене и о том что надежнее вложение какие в акции или в недвижимость я расскажу ну буквально в следующем видео которое я задумал на сегодня все надеюсь что это видео было полезно поэтому подпишитесь на мой канал если есть вопросы задавайте я с удовольствием отвечу потому что мне важно обратная связь на сегодня все пока с вами был демитров юрий